и снова всем здравствуйте с вами техно макс это у нас планет крафтер конечно вы же хотели блин ну на тем не жалко разве что старое сохранение я удалю я не думал ее продолжать ну блин раз хочется ну хорошо я правда нашел другое место и построил базу в другом месте и примерно до того момента который у нас был в прошлом видео место вот такое вот живописное среди скал в горах но я поставил вот эти вот опоры ну чисто чтобы она в воздухе просто не висела хотя она может висеть в воздухе да значит так да есть ход на крышу вот та самая лестница которую мы открывали крыша понадобится значит что тут открылось бур т2 и бур т3 еще открылся так давайте смотреть что у нас тут есть да есть два алюминия эти два титана два железа так два железа два титана пойдем ставить бург сразу т3 а кстати т2 остаются точно так же это можно разбирать на как первые буры но чисто чтобы показать если вдруг не видели я уже не помню что-то вроде не видели вот он бур т2 он выглядит вот так но так как открылся уже бур тир 3 который кстати сюда не влезает ни хрена да он слишком высокий поэтому давайте ставить его куда-то я не знаю куда-то сюда да блин развернет им морду свою сюда поставить или не сюда туда вообще его поставить ну блин можно и тут их поставить просто чтобы и не мешали на основной базе да блин развернет их хари что-то смотришь сюда блин вот вот такая вот мега бурильная установка flora stand tier 3 которые ставятся только на улице к сожалению и кстати алюминия не хватает а тогда давайте т2 еще поставим рядом которые потом на третье заменим они в массе своей сейчас дают больше давление чем кучка маленьких буров так стекло жилого отсека это можно стеклянную крышу сделать или стеклянный пол антенна коммуникационная позволяет получать сообщения экран передач сообщений да 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 все это у нас появилось так еда вода блин кислород кислород а у меня вот лед был сейчас водички скрафтим вот это виду так тут у нас есть семена и нужно построить производитель продуктов питания для этого требуется алюминий которого у меня уже нету блин он кончился ну все-таки сначала надо бы построить этот отдельное помещение под ферму потому что одно помещение будет такое техническое а ферма будет нас отдельно где-нибудь можно было бы поставить ее здесь но я это пространство собираюсь занять поэтому ферма у нас будет наверное где-то здесь может быть и кстати я тоже бы поставить ферма на ферму да но вот эти вот металлические штуковина блин ну да придется ставить вот на такую огромную высоту и делать туда еще одну лестницу нужно экономить вот это место внизу потому что его тут не очень-то много но место прикольное само по себе я тут еще не строился и будет интересно тут построиться так железо железо куча железа нужно блин так ну бля тут не влезет уже а тут влазит надо же ну бля но зато тут потом не влезет да хотя хотя пускай будет да вот эти штуки можно было бы не ставить оставить просто левитирующие все это на воздухе ну просто она так будет смотреться странно поэтому я бы вот эти решетки фундаментные поставил хотя бы там-сям парочку блин ну хотя бы будет не так глупо смотреться и кстати кремники там да сейчас еще двери надо сделать и еще и так вот так вот вот эти штуки мы вот здесь сделаем вход вот так а опять железо закончилось да что ж такое-то так титан кремний пока не надо как бы можно вот так поставить до на это здесь уже не влазит да а вот так влазит просто тоже чтобы она не выглядела по идиотски хотя бы вот так доп ступенька еще будет а хрен он на нее не залезает бля тогда по-другому есть альтернативный вариант блин но тут конечно ладно сейчас переделаю чуть-чуть короче я равнял равнял поравнял кое-как блин выставил но чтобы мало-мальское было нормально вот примерно такое помещение будет у нас подворачивание пищи но нужен алюминий в больших количествах так маяк вот блин маяк бы поставить опять же алюминия нету ни хрена экран прогресса железо два кремния и кабальт но это мы сейчас построим нужно еще посмотреть сколько по энергии все это жрет должно хватить так железо два кремния и кабальт где бы это поставить здесь наверное так прогресс есть давление прет тепло так себе кислород тоже так себя но тем не менее троформация идет постепенно так железо два кремния и магний экран приема сообщений так поставить сюда например антенны связи не обнаружила но потому что я нету пока что нечего и украфтить сделаем еще водичка и потопом за алюминием скорее всего там он впереди домик есть я поставил чтобы можно было на полпути восстанавливать кислород чтобы сильно не тратить баллона если вдруг придется далеко куда-то бежать а бежать тут предстоит далеко там за холмом упавший корабль на который мы сейчас сходим мы же вроде бы на равнине смотрели там два корабля а тут кстати кое-что с него уже припер и блин алюминия тут есть одна штука и даже три по отлично еще тут есть чипы которые очень нужны из них мы сейчас себе за хреначим новые рецепты так железо которое нужно всегда фасоль уран супер сплав используется для передовых технологий и самородок биопластика вот эту вот фигню я сейчас отнесу на базу и построим онтену готова сейчас расшифруем чипы что там откроют скорость добычи тир-2 сапоги тир-2 микрочип компаса скорость добычи тир-3 перерабатывающая машина но перерабатывающая машина сейчас нам не понадобится пока скажем так рановато еще для нее это нужно будет делать уже потом так чего там у нас антенна крафтилась железо а титан кремния осталось взять вот они титан кремния пошли ставить на крышу антенну прямо вот сюда а хрен я тут поставлю просто так хотя хотя нет влезла правда башкой об нее биться буду наверно когда буду вылезать и энергии не хватает так солнечная панель тир-2 алюминий требует алюминий нужен на продукты питания и на маяк блин 19 энергии дает кабальт кремний так я подойти сюда не могу да только вот так я на принципе она не мешает ходить сейчас поставил уж и обычные нафиг эти солнечные панели для этого кабать нужен но сейчас найду что-нибудь тут покопаю тут как бы вот есть еще места где я особо руду не добывал ну вот он и кабальт и сейчас построим еще простых солнечных панелей просто чтобы обеспечить базу хоть какой-то энергией они дешевые простые энергию дают дают а больше не надо так чего там у нас продукты питания да вот эта штука нужно а для этого нужна вода для воды нужен пока что лед благо он тут везде раскидан и проблем с этим не возникает но антенна вовсю хреначат там должно было сообщение по моему прийти первое сообщение от sentinel corp это автоматическое сообщение осужденному jp8971 l вы решили заменить приговор экстрадицией если вы хотите чтобы с вас сняли все обвинения вам придется полностью терраформировать эту планету наши датчики будут периодически сканировать ваш прогресс и отправлять вам необходимые чертежи ни в коем случае не пытайтесь связаться с sentinel corp если наши сенсоры не обнаружат никаких улучшений в процессе терраформации вы будете считаться пропавшим без вести обвинения не будут сняты вы не можете претендовать на собственность или ценность чего-либо на планете вам разрешено использовать ресурсы найденные на планете только для увеличения индекса терраформации вам не разрешается покидать эту планету до завершения терраформации год 3058 новое сообщение sentinel corp характеристики вашей планеты идентификация неизвестное владение корпорации не занято уровень пригодности 0 сектор и zetel prime история неизвестная планета расположена в секторе zetel prime до цивилизационном секторе пересекаемом в основном торговыми кораблями для путешествий между большими космическими портами сектор насчитывающий 842 планеты и 13 тысяч 511 звезд шириной 7000 парсеков он был идентифицирован как один из возможных кандидатов на будущую колонизацию год 3058 вот так энергия есть чертежи которые будут открываться да кстати шкафы для хранения наконец-то блин они открылись требуют по три железа на шкаф но зато зато в нем место блин есть и вот тут начинаются сложности вместо под склад пока что мало ладно попробуем обойтись чем что есть хотя бы так это у нас будет еда кстати надо бы уже одну восстановить так тут тут пусть будут семена хотя вообще-то семена у нас должны быть отдельно вон там должен быть шкаф в этом но в теплице короче это будет банально удобнее так есть еще железо есть еще железо и вот семена пожалуй стоит перенести туда так сейчас уберем чуть-чуть лишнего это пускай будут металлы суперсплавы я так называю потому что у меня так удобно я уже когда эту игру начинал играть я уже так все называл поэтому я хотя бы путаться сильно не буду теплица шкаф для хранения семян начинаем строить отсюда как-то как-то вот нет отсюда лучше готова а теперь вот эту вот хренотень что нужно перекинуть куда-то сюда он суперсплавы я отмечаю как необычные металлы всякие типа второго поколения уже второго порядка типа вот алюминий собственно сами суперсплавы всякие иридии уран сейчас посмотрим что еще можно скрафтить как раз место освободил но блин место крайне сейчас ограничено кислородная капсула это сюда скинем пока наверное кислород вот так не хватает тепла нам бы еще сделать обогреватель на самом деле для этого нужен алюминий два иридия кремний железо титан так два иридия кремний титан железо вот сделаем еще один большой обогреватель вот так ну вот тепла стало побольше и нужно начинать выращивать пищу алюминий железо вода вода есть пошли делать первую свою ферму точнее грядку или так это капсулу по выращиванию тут бушков вот так говорят стоять поэтому вот такое расстояние до этого для этого самого до стены а во первых я еще семена забыл во вторых кончилась энергия ладно сейчас добавим семена у нас были там шкафу еще блин кабальт опять нужен и и корный бабай йокарный кабальт я бы сказал все производство встала сейчас посчитают меня еще мертвым вдруг блин пропавшим без вести и перестану чертежи присылать от sentinel corp готова ништяки собрал сейчас построим еще одну солнечную панель и блин мне не хватает энергии нужен алюминий в начале его надо прям ваще вагон так как его нету придется обходиться вот этим болен отлично питание восстановлена так посадить нужно семя еды лучше всего фасоль семя космической фасоли поместите в изготовитель пищи вот она потихоньку растет вот эта фасолина похожая на гусеницу хотя на самом деле это фасоль они фасолины видны внутри вообще нам нужно идти на корабль вон туда затем маленьким домиком вот он домик так есть тут что еще да тут еще до хрена чего забирать надо будет ну ладно пока оставлю а вот он упавший космический корабль вон там мы начинали сейчас сходим на корабль еще я с него забрал не все я у него уже заходил один раз но чтобы оттуда вынести все полезное блин не один раз придется ходить как минимум позже еще раз придется зайти потому что нужен будет инструмент разборки второго уровня чтобы разбирать полностью все но все что там осталось имеется ввиду оборудование там вроде не такой большой корабль а блин все равно приличных размеров но от него обломки валяются жесткая была посадка какая-то рука управления возможно или навигации так но тут темно как водится еще одна рубка навигации так больше ничего разобрать нельзя тут были капсулы с семенами каюты экипажа тут все раздолбанно так маленький ящичек в нем один из чипов лежал который я разобрал стой ты блин плату упал а тут есть вот такая вот хрень какой-то генератор термоядерного синтеза но у нас нечем его запитывать и возможно заработает вот этот компьютер бортовой в котором можно будет посмотреть чего там произошло с этим кораблем я до этого момента еще не доходил вот до вот этого чтобы запитывать поэтому сам не знаю что там будет так вот тут я уже был до разбирал всякую фигню вот он алюминий кстати еще есть разобрать технический мусор требуется чип деконструкции 2 уровня вот эти упавшие консолей можно будет тоже разобрать потом так кислород восстановим теперь теперь пойдем во вторую часть корабля это мы ходили на право вот теперь налево еще каюта экипажа и еще семена и еще микрочип так больше ничего нету так вот еще один кстати компьютер еще одна консоль а и сюда еще можно пойти ее мое место их много о так водичку выпьем а еще алюминий тогда железо скинем потому что железо это такое его можно будет потом забрать пару семян баклажанов тоже скинем вот алюминий еда грибы иридий это штуки нужные так семя кабачка ладно заберем баклажаны еще ладно я потом вернусь сюда из этих ящиков все это заберу и перетащу на базу надо будет будем все таки склад чувство устроить но тут же был еще один ход вот сюда разбираем обломки а ткань еще алюминий кстати еду можно съесть сразу так чтобы убрать давайте крем не уберем это простой металл а вот алюминий надо капец так получается на этом корабле две консоли одна в зале с генератором ядерного синтеза а вторая тут на втором этаже блин интересно будет почитать их логи эти сообщения чего у них произошло вообще так кислород так вернулись на базу и сейчас мы сможем наконец-то решить проблему энергопотребления только нужно чипы рассыпать хорошо кровать угол жилого отсека а чипы у нас один так металлы специальные сплавы да надо было что-то думать с этим складом блин потому что склад маленький место мало так и до сюда алюминий кремний магний железо и кабальт нужен магний железо потому что старые мы сейчас разберем вот эти это большая то она не влезет на а нет она сюда влазит вот и хорошо причем влазит судя по всему вообще впритык до впритык влазит ну зато с энергией сейчас не будет таких проблем разве что расход алюминия блин большой так это я надеюсь этой энергии пока что хватит 91 да тут иногда зависает вот эта фигня и показывает на любом расстоянии энергии 91 можно еще поставить принципе там алюминий так то еще есть вот тут начнем ставить тогда вот алюминия осталось три штуки так кислород тепло давление есть кислород надо а кислород это вот эти штуки капсула потому что блин продукты питания производят кислород не производит а вот кстати флоростен т3 магний вода хрен там магния нет ладно алюминия и и и и и и и и и все и и и блин скала мне все зацензурила да но метеориты эти не просто так она вода нужна да блин опять сообщение получено лишь бы не пришибла нафиг тябля инвентарь полон от у меня лед есть чуток люблю бутылка воды кремний пока пусть лежит сейчас поставим вот сюда где там флорастам тир-3 вот так хватит тут падает распадалась блин сколько вас еще тут прилетит бабахалки хреново как бы базу разрушит они не разрушат но вот по кумполу получить можно от нее от этого дождя так на цветы посадить сейчас будет кислород генерироваться побольше так коэффициент кислорода семя туска 400 вот еще вода нужна а лед есть а я сейчас это вот так раз воду и сделала одну выпить надо всеми нужно сколько там еще чего да еще кое-что осталось иногда вот в этих метеоритах кстати вот он прилетел прилетает не просто обычная руда а еще и алюминий так магний надо посмотреть может еще алюминий прилетел это сейчас проблема алюминия решила бы хотя бы на время он по моему еще один а вот еще один ну ништяк они от кабальта блин ну ладно тоже полезная штука единственный минус в этих вот метеоритах они падают то там то сям приходится бегать как как ошпаренному блин все это собирать но с другой стороны планетарная доставка работает как часы мне нужен алюминий мне прислали алюминий ощущение что то вот эти вот ребята из sentinel corp стараются уж не знаю как они это делают так тут еще есть чего-нибудь магний был нужен я помню еще алюминий кайф продвинутая станция сборки получен чертеж они вроде бы мне только чертежи могут присылать метеорита вряд ли это их рук дело а это камни на воздухе тень дают его мою ну станция сборки да очень нужно так вода вода пойдем вставить последнюю третье семя крем не еще нужен да ёпо раз это то одно вот у другого не хватает какое-то странное ощущение как будто я блин древний человек который живет собирательством только я живу собирательством продвинутых металлов так 7 и нужно о сейчас кислород пойдет хотя бы по энергии 85 на 110 нормально кислород полетел кислород но атмосфера сформируется вот еще очень не скоро тепло пока проседает так голубого неба мы достигли сейчас будем достигать облаков следующий этап блин надо бы тепло поставить еще обогреватель 2 иридия кремний титан ну раз алюминий есть то почему бы и нет во индекс терраформации полетел просто блин он в углу справа сверху килотераформейшн индекс наверное хорошо пускай набирается тем временем у нас открылась еще продвинутая станция сборки кремний титан а нагреватель 3 уже получен бля нагреватель 3 иридиевый стержень креме кремний титан алюминий иридиевый стержень он собирается из руды иридия продвинутая станция сборки титан кремний блин титан допустим есть так семена бы надо сбросить они мешают и заодно кремния под собрать а ядерный реактор первый получили хорошо ядерный реактор это урановые стержни нужны соответственно из 9 руды урана который у нас 6 но когда уран найдем то можно будет скрафтить ядерный реактор что так хорошо очень поможет в получении энергии 1 2 3 4 5 6 7 стоп я же кремний не собрал готова крем не собрали так а вот теперь будет интересно куда бы эту долбанную станцию сборки продвинутую поставить понятия не имею наверное вот сюда бы по-хорошему куда-нибудь типа вот сюда как-то вот так и обычную станцию сборки поставим рядом вот так вот и тут теперь мы сможем сделать рюкзак следующего уровня баллон следующего уровня супер сплава урановые стержни иридиевые стержни ракетный двигатель и первый реактивный ранец тир-1 супер сплава у нас есть поэтому рюкзачок можно и увеличить сейчас сделаем так три супер сплава титан и обычный рюкзак о о какой здоровый блин баллон тир-4 3 супер сплава кабальт опять новое сообщение сейчас почитаем до 370 кислород теперь влезает а вот для ранса нужны двигатели это нужно куча иридия чтобы сделать стержни супер сплавы позволяет летать лететь в воздухе увеличивать скорость перемещения движение плюс 150 это не для того чтобы летать вверх это для того чтобы быстро лететь вперед паря над землей сапоги ловкости тир-2 2 супер сплава две ткани а ткань одна но можно сначала собрать обогреватель помощнее елки-палки собираем иридиевый стержень и пойдем ставить мощный нагреватель который ставится только на улице настолько он большой мощный нагреватель но а хотя нет это внутренний я перепутал ну бывает да это все еще внутренний наружный уже по моему 5 будет вот вот такая штука огромная нужен еще иридиевый стержень по хорошему но иридия нет столько надо 9 а есть всего 6 зато освободился алюминий так берем магний и идем строить еще электрические вот эти вышки ну потому что блин до ядерного этого уранового генератора как до китая раком еще собирать и собирать этого блин урана а а так хотя бы у нас будет запасец энергетический ну это вот должно хватить на первое время так вот теперь давление не хватает давление табур два алюминия а ну да а его нету надо построить блин еще шкафчик о давайте почитаем сообщение я думаю что это торчит блин это торчат эти ну солнечные панели большие а сообщение от райли а привет наконец-то мне удалось найти систему в которую они вас отправили у меня мало времени но я постараюсь дать вам несколько советов уровень успеха планет крафтерс настолько низок потому что это почти невыполнимая задача вы должны найти космическую еду в своей капсуле и возможно в космических обломках вы сможете выращивать еду самостоятельно если будете соответствовать правильным требованиям так что попробуйте найти несколько семян овощей исследования и улучшения необходимы исследуя улучшая свое снаряжение чтобы увеличить свои шансы на выживание надеюсь это сообщение до вас дойдет год 3058 второе сообщение от райли мне удалось украсть больше информации я читал что у вас больше шансов на успех если вы построите свою базу на возвышенности я пока не знаю для чего и если вам удастся нагреть планету до определенного уровня некоторые пещеры станут доступными когда растает лед и последнее вы можете конец связи сообщение перехвачено так за мили и райли и за вот этот косяк за то что он видимо нам слил столько инфы мне кажется его отправят тоже на какую планету не необитаемую блин бедолага вот такая небольшая космические сигналы принимаем что это а блин я думал метеорит летит это просто пыль такая огромная ну в принципе вот как то вот так начинаем мы тут обитать и кстати у нас начинают появляться облака только вот голубого неба тут не видно к сожалению ладно что давайте пока закончим на этом в принципе серия получилась опять довольно большой насыщенной длинной все с вами был техномах всем спасибо за внимание это был планет крафтер всем до новых встреч всем пока